Эх, Таня Матаня! Привет, привет! Это Таня Матаня. И сегодня поговорим о проблемах. Проблемах, которые возникают, когда мама начинает сажать на горшок. Есть несколько вещей, о которых я бы хотела поговорить отдельно. Как с ними справляться и помочь маме. Когда я рассказывала про выбор горшка, в основном мое впечатление, что я рассказала про то, что горшок может быть маленький, потому что мы вырастали и посмотрела на эту проблему своими глазами. Но горшок может быть большой, узкий, широкий. Сейчас покажу, на что нужно обращать внимание. Когда ребенок садится, вот так вот он должен упираться в эту спинку. Вот так вот должен ребенок упираться полностью в спинку. Вот они находятся, бедра. Вот длина вот этого горшка, это длина бедра. Если ребенок маленький, длина бедра должна быть, соответственно, меньше. Видите? Вот на этот горшок мы сели, когда нам было в рост 80 сантиметров. Соответственно, длина бедра совершенно другая. Вот сейчас мы из него выросли. Видите, коленки вверх. Вот, когда мы садились на вот этот горшок, мы были где-то ростом 68 сантиметров. Да. Дальше. Кроме вот этой длины, очень важна ширина горшка. Видите, они совершенно разные. Видите, 20 сантиметров в широком месте. Вот. И учтите, что вот эта часть тоже достаточно широкая. Ширина вот этого горшка, видите, меньше 9. Видите, где мне навелось. 19 где-то, да, сантиметров? Вот. И вот эта часть достаточно узкая. То есть, горшок должен быть, вот я говорила, что он должен быть не... Что ребенок при вырастании горшка, то есть, когда он ему мал, должны менять. Но, когда вы выбираете ребенку горшок, он не должен быть большой. То есть, на этом горшке, вот представьте, разведите ножки, и у вас расстояние между коленками вот должно быть вот такое. Это очень много. Поэтому вот рост и длина бедер имеют большое значение. Вот. А когда вы посадите на этот горшок, упретесь спинкой, то ребенок не будет болтаться. А на этом горшке он может прям... Ну, коленки не будут за пределами горшка, то есть, вот здесь должны быть коленки. Соответственно, вот эта часть, да, она не будет касаться пола. А это очень важно, чтобы нога не касалась пола. То есть, большой горшок – это тоже проблема. Вот эта вот длина, вот эта вот длина, она тоже иногда имеет значение. Вот я хотела такой же узкий, узкий, но длинный. Тогда можно было бы не покупать второй горшок, и на одном бы мы просуществовали, потому что высота горшка у этих горшков, она вот примерно одинаковая, да, вы видите, то есть задран только вот этот вот носик для мальчиков. Но я не нашла, хотя у меня у старшего был именно вот универсальный, длинный и узкий горшок. Потому что, когда попа вырастает, в принципе, нормально, удобно на этом сидеть. А вот маленькой попе вот на этом будет неудобно. Ещё была заявка у меня, у меня тут ребёнок что творит, про температуру горшка. Холодный горшок. Да, ребёнку может быть некомфортно, не только если горшочек у него там не такого размера, допустим, а температура. Раньше были горшки железные, и бабушки знают, что вот очень неприятно на холодном горшке сидеть. Но сейчас пластиковый. Вот потрогайте рукой, комфортно вам или нет. Холодный пластик может быть, если у вас в комнате температура некомфортная, то есть слишком холодно. Конечно, на холодную мне очень приятно садиться, и ребёнок возмутится и вскочит. Что ты там делаешь? Ой, трактор приспособил. Поэтому, ну, погрейте горшок. Погреть горшок можно просто руками там подержать, перед тем, как присаживать. Либо просто тёпленькой водой его обдайте. Может быть, ребёнку будет комфортным. Кто знает. Чужая душа, тем более чужая попа, потёмки. Сейчас я хотела бы заострить внимание, что выбираем опять с ребёнком. Ребёнок должен посидеть, вы должны с ним ходить в сайли магазин, и он должен сесть и так, посмотрите, как он сидит, хорошо. И то не гарантия, что вернётесь, и всё будет, ну, он признает этот горшок. Я помню, я захожу к маме, а у меня в коридоре 10 горшков. Я говорю, это что? Он говорит, ну, вот вообще невозможно. Вот просто отказывайте. Я говорю, ну, это вы как-то что-то ненастойчиво всё это делаете. Ну, бывают такие, все мы индивидуальные, бывают такие ситуации, вот ребёнку не нравится, и потом они на 10-м горшке так и остановились. Я говорю, что же вы их себе покупали? Она говорит, ну, я как-то думала, что это просто. Один принесла, другой принесла, а он ни в какую. И потом вот пошла с ним, купила то, что он захотел, и всё. Иногда вот мы же не знаем вот эти вот какие-то подсознательные вещи, насколько удобно, да? То есть у всех иногда вот эта вот форма и сгиб разные. Бывает вот эта поверхность ровная. Бывают какие-то... Как ему там сидеть удобно? Может, цвет ему не нравится. Мама на самом деле покупает горшок очень часто тот, который ей нравится. Ой, какой там рисуночек весёлый и так далее. А это всё отвлекает. Самый простой горшок без всяких рисунков. И великолепный ребёнок сидит. Как только что-нибудь там появляется, ребёнок начинает отвлекаться. И рисунок ещё, как правило, сзади. Он там начинает переворачиваться, посмотреть, что там нарисовано, тыкать пальцем и так далее. Да, вот все красивые вещи рассчитаны на маму. Все функциональные вещи не должны быть красивыми. И самая вот эта проблема, ещё при выборе горшка, это разделение понятий игрушка и горшок. Очень часто мама... Причём я каюсь, я сама там... У меня был период, когда я говорила, да ребёнок должен наиграться. Нисколечко. Теперь я абсолютно в этом убедилась. Сразу с первого дня нужно объяснять, для чего это. То есть, вот вы принесли и говорите, это писить. Как только начинает ребёнок с ним играть и что-то туда внутрь и ложить, носиться с ним, надо всё время... Может быть, у вас займёт это долгое время. У меня, в принципе, достаточно быстро это прошло. И это горшок, ты сюда писаешь. И постоянно на этом делать акцент. Постоянно, если только он начинает включать куда-то горшок в иглу, надо этот горшок из игры вытаскивать. И с первого дня ты писаешь, это для этого. Так же, как стульчик для кормления. На самом деле, некоторые мамы там... Я говорила про стульчики. Вот. И сделаю такую большую тоже тему. Это функциональная вещь. Она для этого. Ребёнок там может перестать есть, если стульчиком, за стульчиком играть. То же самое горшок. У него всё игра. Всё хихоньки-хахоньки. А дело-то серьёзное. Момент – это время, во сколько вы ходите. Вот у меня старший ребёнок, он всё время ходил как через 20 минут после обеда. Вот стабильно. Если чуть-чуть что-то, какая-то задержка, значит, что-то не так. Вот с младшим у меня, вот как мы утром просыпаемся, как правило, процентов 90, мы утром ходим в туалет, и после обеда, то есть два раза в день. И происходит это в одно и то же время. Поэтому по-большому какать достаточно легко. Я его сажаю и подлавливаю. Потом, если мы попили, вот я за обедом, например, даю питьё, если я сразу не посадила после обеда, мы будем мокрые в стульчике. То есть у нас прямо насквозь проходит. А вот старше у него была задержка, то есть нужно было 5-10 минут подождать после обеда, и только тогда он пить. То есть все дети разные. Вот понаблюдайте за своим ребёнком. У него тоже есть какая-то вот эта закономерность, через сколько он ходит в туалет, во сколько, после питья, после сна. И когда вы вот этот момент подловите, обратите на это внимание, и будете сажать, и у вас дальше пойдёт всё успешно. Потому что вот он результат, и ребёнку нравится, когда у него там что-то получилось, и вы будете получать удовольствие, и у вас будут сухие штанишки, и море удовольствия, и удачное хождение на горшок. Ну, следите, смотрите, все дети разные, индивидуальные. И иногда мама, на самом деле, она не обращает внимания. А есть такие мамы, уверяю вас, вот я вела дневник только когда он был маленький, а есть мамы, которые записывают поминутно, и потом смотрят, да, во сколько, а как, или во сколько. И делают это достаточно долго. Ну вот я сдалась, я месяца до 4 вела этот дневник. Про него тоже буду отдельно рассказывать. Ещё такой момент смены горшка. Иногда бывает, мама меняет горшок, потому что он вырос. Причём, вот у меня откровенно было видно, что ребёнок вот прям вот ёрзает, сидеть неудобно, то есть коленки вот эти вот. Я думаю, рискну поменять горшок, потому что на самом деле смена горшка – это риск. К этому горшку он привыкает, и его признаёт. Когда ты приносишь новый, опять нужно объяснять, что это такое. В первых, он будет отличаться, да, вы видите, насколько форма отличалась. Но вот у меня, фу-фу-фу, всё прошло хорошо, и мы признали этот горшок горшком. Более того, он нам понравился больше. То есть прям вот реально понравился больше. Теперь мы этот не признаём. Если что-то там у меня под рукой он оказался, он нет, доходит до этого горшка, и на него садится. Ну, я только рада, но не всегда бывает так, поэтому иногда приходится опять объяснять. И это пописать. Видишь, он там тоже, но он другой, чтобы тебе было удобно там вот это нести. То есть какие-то аргументы нужно придумывать и уговаривать ребёнка, что это из его горшка. Очень часто иногда привыкает к любой новой вещи. То есть, ну пусть он поставит, не настаивается, что он в первый день там сидит, пусть он поставит какое-то время, он к нему привыкнет. Все дети очень разные. Кто-то сразу, а кто-то не сразу. И со временем он его признает. Я говорила про удержание на горшке, вот, и не буду опять останавливаться, что нужно взять игрушки, по размеру какой-то столик. Всё это было в предыдущей теме, в этапах горшка. А сейчас я поговорю о том, что не надо долго сидеть на горшке. Не надо. Потому что иногда ребёнок как бы заигрывается долго сидеть. Это вредно. Это вредно. Да. Нужно 5-10 минут, и ребёнка уговаривать снимать с горшка, чтобы он встал и продолжал обычную жизнь. Потому что сидеть на горшке, что они на нём засиживаются. Вот молодец. Пошли. Пошли выливать. Пошли. О, улечка. Пошли. Пошли. Пошли, мы пошли. Всё, мы вернулись. Ой, как ты попал, ловко. Молодец. Как ты ловко попал. Прямо с лёту. Молодец. Всё, закрыли. Всё, молодец. Дай подсветку. Дай, мальчик. Иди. Молодец. Всё правильно. Молодец. Конечно, очень важна последовательность. Про неё я уже говорила. То есть, вы всё делаете последовательно. И прорабатываете весь этап. Особенно вот смыть, сходить с ребёнком. То есть, взять горшок. И что с ним происходит дальше? Потому что там водичка. Если вы не будете приучать ребёнка взять горшок, сходить там сразу с ним вылить и сразу его помыть, поставить, накрыть крышкой, то у вас получится эффект такой, что там водичка, в неё нужно играть, её нужно похлопать рукой, в неё можно там что-то покидать и так далее. Или кто-то там выливает. У всех разные вот эти вопросы возникают. И чтобы избежать вот этой вот игры, нужно превращать это в другую игру. Потому что ребёнок это тоже воспринимает как игра, первое. И второе, используйте то, что в этом возрасте дети любят повторять. То есть, они чувствуют себя такими взрослыми. Вот я, видите, вот я, что я делаю горшком? Я выливаю, я его там ставлю и так далее. Хочу поговорить вот про вот эту вот тему. Просто насильно удерживать и настойчиво. Конечно, насильно невозможно. То есть, вы насильно не посадите, как ребёнка. Вот у меня там сразу он будет выгибаться. Поэтому я всё время спрашиваю, хочешь ты или не хочешь. И он мне отвечает, что он хочет или нет. Очень важный момент – это речь. То есть, когда ребёнок сходил, его нужно, когда вы хотите, чтобы он удачно ходил на горшок, нужно приучать к словам. Ты что, промахнулся? Промахнулся. Если вы хотите, чтобы ребёнок удачно ходил на горшок, нужно приучать к вот этой вот речи, что ты хочешь, не хочешь, писать, какать. То есть, вот эти слова, которые сопровождают сам поход на горшок, их нужно постоянно озвучить. А-а? Хорошо. Всё, сел. Да. Что тебе дать? Вот так, куда? А-а-а. Да, вот там. Хотим посидеть. И на горшке, на стульчике, видите, нам нравится. Это ж так интересно – ногой помотать. Я нога. Ну вот. То есть, насильно ни в коем случае нельзя. Ну, иногда вот бывают такие случаи, когда вот нужно посадить. То есть, мы пришли с прогулки или утром встали, вот мы полусонные, то есть мы спали. А на горшок посадить надо, потому что вы знаете, что снимать памперс, он пустой, а вы там уже давно не ходили. Что я в этом случае делаю? При переходе на горшок еще есть один нюанс – это одежда. Нужно кардинально менять одежду. Если вы раньше спали в таких вот комбинзониках, слипиках, то теперь после сна, когда вы встаете, вам неудобно их снимать. И вам надо переходить на пижаму. То есть, отдельно штанишки, чтобы когда вы проснулись, вы их сняли и ребенка посадили на горшок. Бодики. Если вы использовали бодики дома, то тоже получается удобно, когда ребенок садится, вот эта вот часть все время старается залезть в горшок. Я, правда, когда ребенок сидит, такая зашиворот, его так заправляют. Но все равно неудобно. Получается, что только с подгузником только гулять. А дома используем простые уже футболочки. То же самое происходит, если вы использовали такие ползунки. То есть, вы активно ползали, и вам было удобно. Теперь на горшок сажать не очень удобно. А удобно переходить уже на такие коротенькие. Снял штанишки, потому что ребенок начинает ходить в основном в какие-то такие штанишки. Вот, обыкновенные. Либо колготочки. То есть, у меня вот колготки наиболее популярны, мне более удобны, потому что их не нужно гладить. Быстренько, если ребенок описывался, быстро меняешь. Сполоснул на батарею, и все замечательно. Так что, если у вас нет таких вещей, я всегда закупаю одежду на вырост с запасом. И если вы уже достигли вот этого полугодовалого возраста и думаете, пора менять одежду, то вам не нужно покупать то же самое. А нужно понять, что вы будете сажать на горшок, и одежда подменяется. Ну, это вот основные такие вопросы. Если какие-то еще будут, конечно, в комментариях оставьте. И я с удовольствием на что-то отвечу, на что смогу. Потому что я не знаю вашего ребенка. И вы должны, может быть, придумать свои какие-то способы для своего ребенка. Пока-пока. Двигаемся дальше.